Здравствуйте, друзья! У нас сегодня на канале гость, я, гостья, зовут Диана. Дианочка, ну, представьтесь, откуда вы, что, чего? Меня зовут Диана, я из Украины. Откуда? С Киевом. И в Америке я уже 4 года. Ну, а как вы сюда попали, если не секрет? Это долгая история, о которой я не люблю рассказывать, потому что у меня был бывший муж, сейчас его нет, но кому оно надо. То есть вы попали сюда через брак? Да. Ну, нет, не через брак, по работе, по работе мужа. Окей, вы приехали с мужем, а муж приехал на работу, привез вас с собой, а дальше эта часть не сработала, и вы оказались вот так в портнов компьютер скул. Ну, можно так сказать. Ну, подождите, а другой муж нет? Ну, я работала, нет, мужа нет, бойфренд. Ну, я вижу, девушка симпатичная, она не может просто там ходить. Без присмотра. Без присмотра, да. Ну, хорошо, бойфренд хороший. Хороший. Так, ладно. Так как вы, подождите, но все-таки давайте издалека, по профессии вы кто? Я фитнес-тренер. Ну, ты что? Я не так, чтобы прям сразу в портнов компьютер скул. Вам приходилось так кого-то? Тренировать? Да. Ну, конечно, у меня опыт 7 лет. Дома или? Я в Украине работала, ну, 4 года здесь и 3 года в Украине. То есть, это вы с кем работаете? Допустим, какие-нибудь больные или просто там толстые? Или хотят люди в форме просто быть или что за народ? Ну, честно говоря, люди разные бывают, кому что. Я особо, у меня нет опыта работы с какими-то очень сильно больными. Для этого нужна специальная специализация нужна. А я больше фокусировалась на людях, которые никогда не занимались или хотят улучшить качество тела. Такого плана больше. Но в каком возрастном диапазоне? В разном для клиента. У меня есть дети от 7 лет до мужчин 50. Но дети 7 лет, они чего хотят? Ну, я еще плавание веду. Плавание я веду с детками от 2 лет. То есть, это чуть-чуть другая специализация. И ты тут уже в Америке? И там, и там я вела плавание. Я пятиборка в прошлом, у меня большой спектр. А, подождите, так вы еще и сами здоровы? Я была, да, в сборной Украины. По пятиборью. По пятиборью. А что входит давайте? Бег, плавание, стрельба, конный спорт и фехтование. Все очень серьезно, поэтому у меня большой спектр труда. То есть, вы какой, если сборная, мастер спорта? Да, мастер спорта. Медали, призы, все такое. Уехала сюда, поэтому закончила спортивную карьеру. Понял. Хорошо. А вот с точки зрения зарабатывания на жизнь. Вот можно в Америке жить и зарабатывать на жизнь? Конечно, однозначно. Я знаю, что такие деньги берут, в общем, приличные. Да. Вот у нас девочка была из какого-то штата, из Индианы, по-моему. И она выучилась, она какой-то сертификат получила по фитнесу, там, как тренер. У нее первые клиенты на 70 долларов в час берут в Индиане. Но я не беру 70 долларов в час, я беру 50 в качестве рекламы. Да. Но вполне можно зарабатывать на жизнь тренерством. Хорошо. А что вас привело к нам? Ну вот, видите, потому что я 4 года здесь отработала, поэтому к вам и не шла. Потому что я очень сильно любила свою работу, и мне это очень нравилось. Хорошо. И все здорово и прекрасно. Но у меня были дни, когда, допустим, я летом больше веду плавание. Потому что тут это очень распространено. Я такой, вот что хотел спросить. Вот, скажем, ну я когда был маленький, мы ходили на плавание. Мы ходили в бассейн, в бассейне был какой-то там тренер. И он работал в бассейне. А вы как? А я домой приезжаю. А плавать где? Ну, в бассейне почти у всех есть. В партных комплексах у людей. А, прям вот там? Да. Как интересно. Ну, это очень удобно, потому что вам не надо никуда передвигаться. Я к вам приехала, провела тренировку и уехала. Ну, подойди, ну в домашнем бассейне куда же там уплывешь-то? Ну, так разные бассейны бывают. У меня в комплексе там 25 фит. Метров, да. Нет, фит, боже, ярдов. А, ярдов. Ну, 25 метров почти, да. Ну, хорошо. Так, я понял. Значит, то есть есть моменты, когда и не заработаешь ничего? Ну да, то есть тяжело зимой работать. Потому что очень большой поток людей с мая по октябрь, а потом как бы на спад идёт. Но всё равно тут холодновато, скажем так, бывает. Ну, да. Поэтому люди не хотят плавать и идёт спад. При этом у меня были тренировки. Это не самая главная проблема. Потому что у меня в любом случае были фитнес-тренировки, которые круглый год. И я работала на много фитнес-комплексов. То есть у меня была большая занятость. Проблема в том состоит, что тебе нужно работать по вечерам. То есть с кем я в основном работаю? С программистами, которые поработали и хотят потренироваться. И они приходят ко мне. Они в хорошей форме вообще или совсем плохо? Вообще работа программиста, если на них посмотреть, они какие-то… Ну, есть же стереотип. Есть средняя по больнице, поэтому тяжело сказать. Есть программисты, которые накачаны и занимаются собой. И у меня опять же в комплексе зал, который забит в 7 вечера. И очень много людей, в основном одних и тех же, которые независимо от того, где они работают, приходят и занимаются собой. А есть такие, которым просто лень, нет времени. И знаете, в чём момент? Если я к ним уже пришла, им уже нет выбора, то есть куда они деться, я уже тут. То есть им приходится тренироваться. И поэтому в основном люди занимаются именно фитнесом. А что касается плавания, то очень много людей из Индии, которые приезжают, в основном, наверное, 80%. У меня 20% русских детей и 80% взрослых из Индии. Они не любят плавать? Нет, абсолютно. А где там плавать в Индии? Вот это был мой вопрос. Им в районе 30 лет, и они все не умеют плавать. Вот полный ноль. Ну, когда вот вообще ноль. А их это как-то напрягает, да? Ну, они сюда приезжают, и они как бы хотят заняться собой и приходят ко мне. С полным нулём. И они очень зажаты, им сложно плавать, потому что они в жизни до этого никогда ничем не занимались. Понимаете? То есть они, в принципе, были физического никакого труда. То есть ты им говоришь, напряги это, а они не знают, что это, где это. Вот, в этом проблема. Да. Ну. О, и культура целая такая. Да. Я задала им вопрос простой. А почему? Почему у меня столько людей, которые все из Индии, и все не умеют плавать? Они говорят, ну ты знаешь, у нас особо негде плавать. То есть если какой-то бассейн там в Бангладеше, то он не очень приспособлен для... В сезон дождей там можно... Можно. В реке. Место найти, да. Ну что же, хорошо. Так я просто по чему вот интересуюсь, у нас на канале ребята есть... Вы посматриваете нас, да? У нас часто вопросы задают, у тебя спортсмен там такой или такой, и борцы, и боксеры, и там даже многоборцы бывают, и фехтовальщики, и там вот они говорят, вот, а как вот можно тренером устроиться? Можно. Вот как люди привыкли, вот так, на постоянную работу, вот пришел, а такого нету. Вы знаете, в чем проблема? У меня просто тоже часто мои бывшие, как их называть, коллеги по спорту, они меня спрашивают, Диана, вот хочу. Я говорю, все здорово, ну вот, есть большая разница. Во-первых, специализация, я работала в Украине фитнес-тренером, то есть у меня есть сертификаты, я здесь получала сертификаты, которые стоят денег, но не так, чтобы запредельно дорого. Проблема в том, что тебе выдают такие четыре книги, и ты их должен сам штудировать. И они на таком, как бы сказать, научном языке написаны, что я с хорошим английским, у меня хороший английский. Было сложновато, но как бы. А потом нужно сдать экзамен. Да, тебе нужно сдать экзамены. Причем очень экзамен прикольный, ты сидишь на стуле, я никогда не думаю, это как, знаете, как в тюрьме какой-то. У тебя садится у тебя стол, ты лицом к стенке, на тебя камера отсюда, 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 и при входе стоит мужчина, который у тебя изымает полностью все, и сидит впереди этой камеры и смотрит на тебя, как ты там стоишь. Ну, естественно, да. И я как бы так. Ну, чтобы не списывали. Да, чтобы не списывали. Списать невозможно. Я умею списывать, но там это просто вот нет. Надо на школе перенять систему, чтобы не списывать. Вот вообще кошмар какой-то. Это во-первых. Во-вторых, я умею плавать. И это моя, опять же, специализация. И тут очень много людей, которые хотят уметь плавать. Если вы, допустим, борец, ну как бы сложнее. То есть в зависимости от популяризации. Мне казалось, вот тут восточные единоборства популярные. Я, честно говоря, не могу об этом сказать, потому что я с этим не сталкиваюсь. Что касательно плавания, вы приезжаете, вам нужно получить сертификат CPR, первой помощи, AD, такие банальные спасатели. И ты можешь работать. Естественно, если у тебя есть разрешение на работу, все такое. То есть не нужен сертификат, что ты можешь тренировать плавца по плаванию? Нет. То есть вот любой человек, который может первой помощи оказать, может? Ну, да. Честно, тренинг несложный совершенно. Это двое суток с 8 до 7, 2 дня полных. Ты сдаёшь Lifeguard Certification. Lifeguard Certification – это сертификат спасателя. Да. Хорошо. А вот такой вопрос. Вы как-то упомянули, мы это с Дианой селфи делали. Вот. И я говорю, как это вот это всё? Диана говорит, ну так я же в модельном бизнесе. Ну, я не в модельном бизнесе. Немножко. Немножко. Расскажите про модельность. Ну, у меня был просто в Украине. Я была спортсменкой всю жизнь. И у меня как бы выбора не было. И я хотела танцевать и быть моделью. Вот. Мама мне говорила, так иди бегай, потом потанцуешь. Так. Вот. И когда я приехала в Америку, я решила, что пора. А мама хотела быть спортсменкой? Да. Однозначно. У меня не было выбора. А мама тоже была спортсменкой? Да, конечно. Вот, друзья, так вот поведёшься. Да. Вот. Так что меня не спрашивали. Я хотела танцевать и фотографироваться. Вот. Приехала в Америку. А Америка это страна возможностей. Как бы. Да. А сейчас все фотографируют. Все фотографируют, да. Вот. И поэтому я обнаружила группу в Фейсбуке. Там. Модери, Бери. Ты скидываешь... Русские? Нет. Местные. Ты скидываешь буквально там свою фотографию. И тебе пишут 105 фотографов. О, я хочу тебя фотографировать там, 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 там. Естественно, за бесплатно. Как бы это волнует. Это называется TFP. То есть Time for Pictures. Это такой метод. То есть им зачем-то нужны ваши фотографии? Ну, зачем? Для портфолио. То есть они допустим. А, окей. То есть ему нужно портфолио как фотографу, а вам нужно портфолио как модели. Да. Именно. Вы как бы не даете друг другу умереть. Да. Обмен труда. Все. Хорошо. И я начала фотографироваться. Я фотографировалась для рекламы чемодана. На обложку журнала там сказочные истории. Мы в НАПе фотографировались. Все. Все. Такой ходила по подиуму. Участвовала Miss Russian San Francisco. Вот. Короче, я год потусила. Поигралась. Да. Ну, какие ваши были достижения на этой поприще? Я вице-мисс Russian San Francisco. Вице-мисс это как? Это когда ты не мисс, а вице-мисс. Типа, второе место. Ну, типа, да. Хорошо. А там много девочек было? Не, а их выбирают. То есть начинается все, знаете, самовар. У нас тут. Далеко, да. Там будут отборы. Скоро, скорее всего, будут отборы для тех, кто хочет местный. Так. Там у них есть зал такой для партии. Да, да, да. Так. Вот. Там вот кастинг проходит. Туда приходит какое-то количество человек. Так. Из них выбирает десять. А кто выбирает-то? А есть девушка, которая, Карина ее зовут, она проводит это вот мероприятие. Мероприятие, на самом деле, очень красивое. Я имела отличный опыт. Мне очень понравилось. Хорошо. Безумно, позитивно, классно. То есть, друзья, у нас тут фану сколько хочется. Вообще. Так. Ладно. Хорошо. Все-таки, значит, пришли вы в итоге к тестированию. Ну да. А как? Меня много уговаривали. Длинная история. Меня много уговаривали и говорили, Диана, надо иди. Это ж вот тестировщик. Это то и все. Меня еще бывший муж говорил, Диана, все остальное это ерунда. Да. Надо быть в программировании. Я говорила, нет, я тренер. Вот. А потом мне надоело. Но не из-за этого вы с ним? Нет. Он не говорил, что ты денег не приносишь? Нет. Денег я как раз приносила. Мы же пришли к тому, что тренером можно зарабатывать деньги. Проблема в том, что тебе надо кататься от одного дома к другому. Вот. И поэтому я решила, что я не буду тестировщиком никогда в жизни. Хорошо. Вот. А в этом году что-то меня так перемкнуло и я решила, что пора идти. Ну хорошо. А бойфренд что говорит? Бойфренд у меня инженер. Да, это аналист. Он русскоязычный? Нет. А какой? Латиноамериканец. Ну вот девушки многие у вас говорят, как они? Как латиноамериканцы? Ну вы меня простите, конечно, я просто после своего первого брака с русскими не очень хочу. Да. Русскоязычными, извиняюсь. Русскоязычными не очень хочу и мне очень нравится менталитет. Латинский? Да. А в чем состоит? Они очень активные, живые. Мы не сидим дома вообще. Я вот сейчас с вами поговорю, мы в Таху едем. На выходные? Да. Так а его сколько годиков? А то маленькие еще? Нет. Много. Ну как много. Так что... Ну не как много. Ну много. Старше, чем я. Да. Ну хорошо. Я потерял 20 кило веса. Может быть вы меня помните с пачкой, когда я ходил. Значит... И мне... Как бы с одной стороны мне говорят, что надо добавить как-то, так сказать, физическую активность, ну и мышцы тоже. Конечно. Нет. Ну в целом как бы надо двигаться в жизни. Вот. Но... Я немножко боюсь. Почему? Ну я могу сказать. Вот я, допустим, пойду в джим как-то. У меня был случай лет 15 назад. Я там в джиме, там уже тренер вроде идет. Такая постарше была лет 45. И она... Что-то вот я там у нее делал. И мне тут потом чуть операцию не делали. Значит... И врач. И врач, которая там была, она говорит, понимаешь, там есть косточка, вот она там всю жизнь растет. И вот такие движения можно делать, а вот такие нельзя после там сорока лет или что-то такое. Вот и самый гидрокортизон мне несколько раз сюда дадут. Ну в общем... Понимаешь? И вроде тет тоже не... Бывают дети там ходят со всем шпанатом, они ничего не понимают. Но это-то уже как. Понимаешь? И доверия нет. Ты думаешь, сейчас пойдешь там и уже вроде с тренером. А без тренера я не знаю. Я когда-то в молодости занимался боевой и боксом. И с тех пор у меня любая зарядка, она как-то вот уже вот... Понимаешь? Она вот это вот начинается. И я... Ну как бы я сам неграмотный. Значит, пойти... Вот что со мной можно сделать? Вот с таким как я. Плавать. Правда? Конечно. Вам нужно заниматься чем-то таким, зачем вам тягать штанги? Не знаю. Незачем. Во-первых, начнем с того, что меня это задело. А насчет того, что сколько лет тренеру, это не очень важно. Проблема здесь в Америке, с которой я столкнулась, в основном тренера не выглядят как тренера. И это очень странно. Потому что... Ну тренер он как должен выглядеть? Как бы... Его хотели купить. Правильно? Если ты себя продаешь... Она была такая поджарая, такая спортивная тетка. Американская. Это во-первых. Во-вторых, тут в 21 год еще ребенок. Да? У нас нет. Я работала с 16 лет. Поэтому как бы... У того, у кого 21 год это только начало пути, у меня это уже 5 лет опыта работы. Понимаете? Третье. Вот. Потом. Третье. Должно быть к этому желание. То есть, если человек развивается, если он... Как по-русски сказать? Curious? Любопытный. Любопытный. Если он изучает это и как бы вникает в тон... Растет профессионально. А кто-то может вообще ничего не делать. Он как знал 20 лет назад что-то. Так и знает. Это во-первых. Во-вторых. Я считаю, что не всем нужно таскать штанги. Это странно и это глупо. В принципе. Вам важно строить свой core. Core это ваш... Abdominals, back and obliques. То есть, ваш пресс, бока и спинка. Это самое важное, что держит ваши вообще мышцы. Потому что в основном мужчины любят качать лицухи. Вот. Это никому не надо. Для вашего здоровья это не имеет особой роли. Окей. Поэтому оплавание очень здорово развивает организм в целом. Повышает вашу endurance. Вашу... Выносливость. Выносливость. Я... Да, нормально. И повышает вашу выносливость и силу в принципе. То есть, вам будет в принципе по жизни проще делать какие-то вещи, которые вы делали раньше. Модальный пример. Люди говорят, ты знаешь, я вот ребенка раньше поднимала и мне как-то вот так вот сложно было. А сейчас он вроде и вырос, а я вот как-то вот легче. Я с женой обсуждал плавание, потому что мы живем тут буквально в квартале от там, не помню там, 24 hours от Солена Утилес и можно было бы туда ходить. Но она говорит, ты понимаешь, она говорит, после бассейна высока вероятность там простуды. Потому что волосы надо сушить, там еще что-то вот. Ну мы же в Калифорнии, мы же не на Аляске. Но. Я волосы не сушила лет 15 ни разу. Это вот я сейчас начала сушить, потому что выходит, что там надо, чтобы хоть лежало как-то. Да. А раньше я выходила с мокрыми волосами в Украине. У меня была тренировка на 6.30 утра каждый день. Утро? Да. У меня было в школу идти. И я выходила, у меня не было времени посушить волосы. Я пока до школы доходила, мне было буквально три квартала. У меня не так эти сосульки превращались. И ты на уроке сидишь, а у тебя волосы такие заморозные. То есть вы говорите плавание. Это интересно, потому что… Но при этом вам нужно обязательно выбрать хороший бассейн. Это важно. Потому что за 4 часа фитнес, я там работала, по моему опыту, там часто, за 4 часа фитнес бывают разные. Бывают подороже, подешевле. У них часто бывает очень плохой бассейн, качество бассейна. Вы там заходите, и вы начинаете… А в чем? Как понять? А вы вот заходите, вы начинаете задыхаться от количества хлорки просто-напросто. Вот у меня была виргирия. Нет вентиляции, и они туда вбухают. Для этого должен быть очень хорошо специализированный человек, который контролирует pH воды. А если такого нет, то, соответственно, pH воды страдает, и потом страдаете вы. Потому что у вас может быть как от кожной реакции, так до каких-то внутренних заболеваний. Зачем оно вам надо? Вот. Поэтому это более важно. Подходить к выбору бассейна. И у нас тут есть парочка Медлопарки, хороший бассейн есть, который бы я, как человек, который был везде, во всех бассейнах, могла бы порекомендовать. Ну, Медлопарк мне не очень удобно. Потому что я живу в Саннивеле. Ну, всегда можно подобрать. Вот ваше бассейн. Окей. Ну, хорошо. То есть я, в принципе, как бы не тону. То есть я не то, что я не занимался вот как-то никогда в секции, я вряд ли стильно плаваю. Но я могу плыть как бы туда-секло. Ну, нужно взять тренера, если вы умеете плавать. Самое важное научиться плавать, мне всегда задают вопрос, сколько времени потратить. Как у вас надо? Сколько времени нужно, чтобы найти работу за 100 тысяч? Так. У меня, сколько я должен купить тренировок, чтобы научиться плавать? Это очень индивидуально. Ты не можешь сказать, так, 10 раз. Это не бывает. Но самое сложное научиться именно держаться на воде и дышать. Потому что с этим вот у людей проблемы. Если вы умеете дышать и держаться на воде, поставить технику, это 5-10 уроков. Нет, я держусь. Отлично. То есть вы можете взять себе тренера, он вас корректирует, поможет вам и вы будете плавать. Очень хорошо. Это несложно. Ну что ж, хороший совет. Мы попробуем. Я попробую с женой. Вы говорите, жена у меня любит плавать. Она киевлянка как раз. И у них в школе вся физкультура в бассейне была. У них там красивый бассейн. Вы где жили? Я жила в бассейне, как он называется? 50-метровый. Сейчас я вам скажу. Ну, в Киеве, в городе. Вы где там? Только в какой части. Да, Дружба народов. Я не знаю. Ну, а она у меня жила в Киеве на Пушкинской. Там прямо вот. И там стадион Динамо, да? Какой там большой был. Я не знаю. В общем, где-то они там плавали. И она хорошо, как рыбка так плывёт. И так красиво. Действительно красиво плывёт. Да, но... Походить с женой, эстетическое удовольствие получать. От того, как жена плывёт. И дышать воздухом, солнышко. Ну, ладно. Почти уговорили. Надо будет с ней обсудить. Я недавно как раз. Надо бы нам добавить. Где есть? У меня дома полно всего. У меня снаряды стоят. Но как-то дома не идёт. Не знаю. Потому что самому лень. И многим лень. Не только вам. Да. Мне лень. Всем лень. У всех людей всем хочется как-то что-то другое делать, а не ходить в зал. Ну, вот вы сейчас, например. Вот вы какую нагрузку себе позволяете? Я много тренирую. Во-первых, у меня парень мой, опять же, он очень... Опять же, хватит на каллиниканцев. Но это, наверное, конкретный случай. Он очень следит за своим здоровьем, своим телом. И поэтому мы тренируемся каждый день. Он приходит с работы, мы идём вместе в зал. Так. А потом у нас тренировка по танцам. Слушайте, то есть вы нагружены хорошо? Я очень хорошо нагружена. И мне это нравится. Это очень. Мама что говорит? Мама говорит, здесь тебе нравится, всё прекрасно. Хорошо. Дочь довольна. Но навещает вас мама. Не, мама всё никак не доедет. То дом, то бабушки. Они вот не пробовали. Я ему говорю, пойди получи визу. Самое смешное, что они ждут, и ждут, и ждут, и чего-то ждут. И не получали визу пока. Еще никак нет. Они даже про их книги не пробовали. Но мама не говорит, а внуки где? Нет. Я не люблю таких вопросов. Да, Наташа, спортсмены не так сильно интересуются. Ну, смотрите, моя мама меня родила, когда ей было 20 лет. И когда мне было 15, я думала, в 20 лет у меня уже всё. У меня дети. Но когда ты, во-первых, переезжаешь в Америку, это немножко всё сдвигается. Во-первых. Сейчас, живя здесь в Америке, я приехала, мне было 19. То есть, грубо говоря, я тут выросла. Но это кажется 4 года, а на самом деле это как бы core of my life. Четверт. Смотри, ты говоришь, 23 всего? Да. Но я знаю, что я выгляжу лет на 30. Да вы совсем маленькая. Да. Ну, знаете, как это, как сказать по-русски, mature. Ну да, да. Матёрая. Вот. Так что да. Но при этом 4 года это много в моей жизни. Да. Поэтому я… Вы по-русски там забываете. Ну, сложно, потому что я не общаюсь на русском языке. То есть, я… Мне тут в школе не верили, что мои сокурсники не верили, что я нигде не училась здесь. Они говорят, мы думали, что ты по-русски не разговариваешь. То есть, у меня, ну, есть акцент, но не сильно. Да. Потому что… Хорошо по-русски говорить. Потому что… Нет, я в смысле, по-русски у меня есть акцент, но не сильно. А украинскому об этом разбавляете? Разбавляю. То есть, можно и так же. Я не знаю, что добрый, ноу. Ноу. Да. Да. Лучше не пойдем. Я говорю, что «звычайно». Хорошо. Я уже тоже, как спросишь, так. Не то, что я могу дальше этой фразой что-то сказать, но… Ну, «звычайно» красиво слышать. Но люди обычно говорят «звычайно». Пади знать. В наше время, когда мы приезжали с женой в Киев, было практически невозможно услышать украинскую речь. Знаете, кто говорил? Вот если где-нибудь идешь через площадь какую-то, рельсы, и вот там какие-то в оранжевых жакетах стоят какие-то женщины там ломами, точно такие по этим рельсам, вот они могли говорить по-украински. Потому что они, наверное, западной Украины приехали. Ну, откуда это? Может быть, из сел. Ну, такие рабочие, такая физическая, рабсила вот такая. А так нет, это был абсолютно русскоязычный городок. Да. Ну, мои сетьми разговаривают по-русски, поэтому… Но при этом я разговаривала свободно по-украински. Раньше. У меня был случай, вот мы пять лет назад были в Киеве, и там заходим в какой-то коворкинг-спейс, там был, и там кофеёк наливали. Ну, и у меня парень наливает кофе, значит. Я ему говорю, вот так, сколько, и он говорит мне, бескоштовно. И я через английский перевёл. Ну, то есть, без, это я понял, это без, да? Кошт, я говорю, кост. Ассоциация ушла. Да, кошт у меня перевёлся в кост, значит, кост без цены, значит, бескоштов, без цены. То есть, вот так через английский прошло. Видите, да. У меня как-то я приехала во Львов, я когда-то встречалась с парнем, три с половиной года, со Львова. Я приехала во Львов и пошла на маникюр. Мне было, наверное, лет 14. И сижу, и она меня справилась. С 11 встречались, что ли? Нет, это мы как раз только начинали. Вот. Я прихожу туда, и она говорит, чизка майя буты. А я на неё смотрю, и такая… Чизка? Чи что? Вот именно. И я такая, извините, что? Она говорит, чизка майя буты. А у них такой еще, знаете, дает вот акцент или говер какой-то такой. Туда. Я, короче, три раза спросила, но четвертый уже не встал, и говорю, майя буты. Майя буты. А она имела в виду, вам типа кутикулу обрезать или нет? Понимаете? Майя буты. А я вот не поняла. Мне потом уже объяснили, что, Диана, не дошло до тебя. С трех раз. Да. Да. Ну, друзья, бывает. Бывает вот так вот. А бывает по-русски человек говорит, что ты тоже ничего не поймёшь. Это 100%. Особенно если поэзия какая-нибудь. Знаете, вот читаешь какие-нибудь вирши там, да, и думаешь, что хотел сказать человек? Вроде на одном языке. Ну что же. А вот вы наш канал смотрите. Спасибо. Чего вы такое высматриваете? Что там для вас интересно? А я вам говорила вчера, я вот обычно ваш канал смотрю, когда я что-то делаю по дому. Но вы не смотрите Пугачёва или там какую-нибудь там? Нет. Ну не знаю, мне просто нравится, как вам приходят интересные люди, которые что-то интересное рассказывают. Вот тут у нас. Ну да. Вот теперь вы смотрите. Вот теперь на себя посмотрела. Маме. Маме ссылочку. Да, я вам скину. Мама, получай визу. Да. Приезжай. Можете привет передать там. Да. Маме, папе, всем привет. Ну что же. Хорошо. Ладно. 23 года, друзья. Хороший возраст, я хочу сказать. То есть даже если было на 10 лет больше, все равно было бы очень-очень еще молодо. Неплохо. Вот. А так 23, конечно. Господи. Да. Так что если у вас есть желание, приезжайте в Америку. Пробуйте себя. А если нет, то вот к Михаилу. Мне очень понравилось. Кстати, у вас на курсе. Я не ожидала. Ну так, а что там? Что вам там? Ну мне понравилось. Вы знаете, я шла сюда в смысле о том, что ну попробую, но скорее всего мне не понравится. А мне прям понравилось. И автоматизация. Да. Мне нравилось. Там HTML, там JavaScript. Но мне SQL очень понравился. Опять же у меня мой бойфренд, он дата-аналист. Он мне объяснил, я поняла и меня прям заинтересовало. SQL как родной, он же там двери свел в одной и все и пошел. Ну это интересно. Конечно. Очень интересно. Или мне очень нравится, когда ты что-то сделал и оно работает. Это так здорово. Вот. Поэтому я не ожидала и мне очень понравилось. И никакого травматизма. Скажите. Слушайте, а когда вы там в пятиборе, стрельба, это вы из чего там? Из пистолета. У меня был Вальтер 4.5 калибров. Это прям настоящий, не спортивный какой-то? Вначале он был настоящий, потом поменяли правила и сделали его лазерным. Потому что у нас было очень много проблем на границах. и даже если у тебя есть все документы и все такое, мы в Турции как-то 4 часа на таможне стояли, потому что они стоят, смотрят и все равно проходят. Его сделали с лазерной насадкой. А раньше был настоящий. А вы и сейчас тоже? Нет. Я тут пытаюсь себе это... То есть Вальтер какой-то военных лет или современный? Нет, ну современный, конечно. Ну 4.5 калибр какая там пулечка. Одно название. Ну конечно. Ну что же, хорошо, ладно, друзья. Единственное, что вот я хочу спросить Диану. Если вам люди начнут в комментариях там писать, вы будете отвечать? Конечно. Только если что хорошее. Хорошее. А нехорошее у нас отсортировать. Хорошее, конечно. Это уже моя часть там, нехорошее отсортировать. Я с удовольствием. Я вообще очень болтливая, как вы можете заметить. Я с удовольствием могу кому-то чем-то помочь. Сошел. Очень сошел. Да. Я с удовольствием поделюсь своим опытом. Ладно. А вот если девушки какие-нибудь молодые где-то там в отечестве, значит, они скажут, а вот познакомьтесь с каким-нибудь американцем на предмет замужества. Это возможно такое или это как вот? Честно, у меня нет такого опыта. Да. Потому что я познакомилась случайно здесь. И я не ехала сюда ни к кому-то к кому-то. Такой вопрос, пожалуйста. Да. Говорят, вот многие говорят, что американцев, которые ищут там, ну, спутницу жизни и там готовы жениться и так далее, что их вот как бы много, что не хватает девочек, что как-то вот, ну вот. Есть такое? Есть. И, кстати, между прочим, так, из моего опыта, многие всегда приезжают с женами, но очень сложно остаться в браке. Потому что это большое, серьезно, вот будем честны, это большой стресс для семьи, для пары. Даже если вы приезжаете с хорошими отношениями, очень сложно остаться в этих хороших отношениях. Почему? А дома? Потому что сложно. Муж уходит на работу и он там занимается своими делами. И поэтому мне не подходит русский менталитет. Потому что они приходят домой и играют в компьютерные игры. Мне это не нравится. Мне надо двигаться. Но это чисто мое для кого-то это. Подождите, а если бы вы жили в Киеве и он пришел бы с работы, он бы что делал? Ну вот я не хочу, чтобы мой муж играл в компьютерную игру. Вот я хочу с ним ходить, двигаться, путешествовать. Понимаете? Ну хорошо, а когда вы замуж выходили, вас интересовало насколько он подвижный? Интересовало. Такой подвижный был. Потом проехал в Америку и стал недвижимым. То есть он играл в игры как форма? Нет, мой муж в игры не играл. Я в общем говорю, что часто сюда приезжают люди с семьями и потом у них не складывается. И потом они разводятся, ну и получается девушка, которой нужно найти себе пару и парень, которому нужно найти пару. Вот у меня очень много знакомых, которые ездят потом обратно в Украину или в Россию и ищут себе. Близкого по менталитету человека. Да, для некоторых это важно. Поэтому, естественно, очень много здесь инженеров, у которых просто нет времени этим заниматься. Им нужна жена, они хотят жену, но у них нет времени. Так что же делать жене? Будут потенциальной? Потенциальной жене, не знаю, общаться с людьми. А как? Ехать сюда, ходить на трансплощадку? Ну вот, да. Отличное место знакомства. Правда? Конечно. Значит, девки, изучаем салсу. И сюда. И сюда. Так. Отжигать. Но тут знаете, в чем проблема с латиноамериканцами? Я вот встретила недавно, у меня есть клиентка, она по-моему из России откуда-то, не помню. У нее муж латиноамериканец. И вот мы с ними случайно встретились, вообще не там, где обычно. Я говорю, это мой муж, не помню имя. Я говорю, здравствуйте. Да. Он говорит, о, говоришь по-русски? Я говорю, говорю по-русски. Говорю, habla español también. А он говорит, ой, и по-испански. Я говорю, ну чуть-чуть. Он говорит, а откуда ж ты знаешь испанский? Я говорю, ну у меня вот парень латиноамериканец. Он говорит, о май гад, I'm so sorry. Я говорю, о боже, я так жаль, прости. Я говорю, почему? Он говорит, латиноамериканские мужчины не такие, говорит, маньяна, маньяна, и все. То есть много вещей ты не делаешь, но это не всегда. Но будьте аккуратны, потому что это да. То есть тоже специфика есть. Конечно, везде есть. Ну что же, хорошо, ладно. Дианочка, давайте мы вас, я вас от имени наших зрителей поблагодарю. Диана героически дожидалась, тут у меня был разговор деловой. 20 минут. 20 минут. Представляете, для спортсменки, для человека движение, как вот такой простой. Вот. Ну что же, пишите вопросы, Диана вам будет отвечать, а я буду так, посматривать. Может, вы там работу найдете и поделитесь уже с той стороны ручья? Я с удовольствием. Я вчера клиренс прошла, мне так понравилось вообще. Жизнелюб. Понимаете, это натуральный менеджмент материал, то что называется. То есть это человек, который долго не просидит за сиквелом, она как-то начнет организовывать свои массы вокруг. Позитивно смотреть. Вас вынесет туда обязательно. То есть вы уже как бы оттуда смотрите. Да. В общем пишите, я с удовольствием отвечу на ваши комментарии и вопросы, если у вас что-то есть. Давайте помашем там. Ручкой скажем. Счастливо. Хорошего дня.